Ваши западные партнеры все-таки настаивают на независимость для Косово, несмотря на то, что будут ждать полгода, год или, может быть, другой срок. Вы можете видеть, при каких-то условиях с этим согласиться? Вы, Россия. Наша позиция по Косово основана на международном праве и на тех решениях, которые были до этого приняты Советом безопасности Организации Объединенных Наций. Она ясная и понятная. Мы исходим из фундаментального принципа международного права, который говорит о необходимости соблюдения территориальной целостности государств. И на резолюции 1244, которая была принята Советом безопасности ООН и которую никто не отменял, в этой резолюции 1244 в чёрном по белому записано, что Косово – неотъемлемая часть Сербии. Нас пытаются убедить сегодня в том, что можно эту проблему решить, не получив соответствующего согласия вовлечённых в этот конфликт сторон, в данном случае с сербской стороны. Мы считаем, что это неправильно, это не соответствует ни моральным, ни правовым нормам. И нужно набраться терпения и работать как с албанцами-косовскими, так и с сербами. Нужно придерживаться имеющихся принципов международного права. И не навязывать свою волю другим странам и другим народам, не унижать другие народы. Если же все мы придём к выводу, что в сегодняшней международной обстановке принцип права нации на самоопределение важнее, чем принцип территориальной целостности государств, то тогда мы должны будем руководствоваться этим принципом во всех регионах мира, а не только там, где нравится кому-то из наших партнёров. И тогда правом нации на самоопределение должны воспользоваться как народы, проживающие на пост-югославском пространстве, так и малые народы, в том числе и народы Кавказа, проживающие на постсоветском пространстве. Потому что никакой разницы между одной и другой ситуацией мы не видим. И там, и там – это результат распада коммунистических империй, и там, и там был этнический конфликт, и там, и там этот конфликт имеет глубокие исторические корни, и там, и там с обеих сторон были совершены правонарушения подчас и преступления, и там, и там фактически существует независимость квази-государственных образований. Никто не может нам назвать ни одного различия. А это значит, что применяемые правила должны быть универсальными. Коллеги, через 7 минут у президента следующая встреча, поэтому, к сожалению, заключительный вопрос. Независимая газета, пожалуйста. Добрый день. Независимая газета, Наталья Мерикова. Владимир Владимирович, вот вы встречались с новым президентом Франции Николай Саркази. Вы не могли бы рассказать о своих впечатлениях, об этой встрече, о ее результатах, и вообще, на ваш взгляд, насколько опытным политиком является новый президент Франции? Спасибо. Спокойно, 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 спокойно. Вот, Маховер, без шпета. Стоим, стоим. Отлично, молодец. Дай мне что-то бросаешь-то. Ай, юнгый манн. Гем-си мне бита, да, с вас и девовон хабан. Гот. Си хабан гемахт, ва си гемахт, вольтен. Гот. 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 Пожалуйста, Наташа, еще раз. Ну, собственно, вопрос про Саркази. Значит, у нас хорошая состоялась беседа с господином Саркази. У меня есть полное основание полагать, что весь позитив, который был наработан в последние годы между Францией и Российской Федерацией, он будет использован для развития наших межгосударственных связей. Более того, мы нашли очень много точек соперикосновения в личном плане. На мой взгляд, господин Саркази является человеком очень подготовленным, очень хорошо знающим современную Россию и заинтересованным в развитии наших отношений практически по всем направлениям. Откровенно говоря, я был даже удивлен той детализацией, которую он использовал при обсуждении конкретных направлений нашего сотрудничества, скажем, в области сотрудничества по линии ЕДС и нашей объединенной авиационной корпорации. Все это дает мне основания полагать, что на французском направлении у нас будут хорошие перспективы. — Коллеги, спасибо большое, извините, что так коротко ждем всех журналистов на открытой пресс-конференции в Москве. — Секундочку, секундочку, секундочку. Я все-таки хочу сказать по поводу тирании. Поскольку записка поступила, я на нее отвечу. — И вот этому милому молодому человеку я тоже скажу несколько слов и всем, кто хочет защитить демократию в России. — Значит, мы в России пережили очень тяжелые времена. Они связаны с развалом Советского Союза. Они связаны с фактической гражданской войной на Кавказе. — Они связаны с обнищанием миллионов людей после крушения прежней экономики, с развалом социальной системы. — И, разумеется, это все не могло не наложить отпечатка на реальную сегодняшнюю жизнь. — Но это совсем не значит, что мы будем выдумывать для себя какой-то особый российский способ существования и какую-то особую российскую демократию. — Мы будем развиваться, так же, как и все цивилизованные страны, на общих принципах. — Должен отметить, и я посмотрел внимательно, и решения Европейского суда по правам человека, и выводы международных правозащитных организаций. — Там много критики в адрес Российской Федерации. И она часто бывает справедливой. Часто не очень, как нам кажется, но часто справедливой. — Мы будем иметь это в виду, конечно. Но там не меньше критики в адрес наших партнеров, в том числе и по «восьмерке». — Очень много. И по средствам массовой информации, по нелицензированию средств массовой информации, по увольнению журналистов необоснованному. — Там очень много критики в адрес имеющегося законодательства в области регулирующей отношения с эмиграцией. — Там очень много критики в отношении судебной системы и содержания людей в местах лишения свободы. — И это всё ведь тоже общие ценности, не так ли? — И вы знаете, что не нужно делать вид, что везде всё хорошо, а у нас одни проблемы. Проблем достаточно. Теперь мы приближаемся к достаточно непростым рубежам нашей политической жизни. В конце 2007 года у нас будут выборы в Государственную Думу, в начале следующего года пройдут выборы президента Российской Федерации. Уверяю вас, всё будет сделано в рамках демократических процедур. Все будут иметь право заявить своё мнение, сказать всё, что они думают о деятельности властей сегодняшних. Но только все должны будут действовать в рамках действующего закона. Мы никому не позволим нарушать ни Конституцию Российской Федерации, я сам её не нарушаю и не позволю никому это делать. Все будут действовать только в рамках закона. А победит тот и на выборах в Думу, и на выборах президента Российской Федерации. Те победят. И победит тот человек, которому подавляющее большинство граждан Российской Федерации окажут доверие в ходе прямого, тайного голосования. И вы будете иметь дело с той Россией, которую поддержит российский народ, а не которую кто-то хочет видеть со стороны. А любая попытка вмешаться и поддержать какие-то политические силы внутри Российской Федерации накануне крупных политических событий, поддержать какие-то силы внутри России, на которые кто-то хотел бы опираться для того, чтобы продвигать в отношении самой России свои собственные интересы, этого мы не допустим. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам самого доброго.